Здравствуйте уважаемые зрители канала с вами Феликс и сегодня ролик начинается вот с такой необычной для моих роликов страница это страница аналитики статистики канала в основном в сегодняшнем ролике мы поговорим об аналитике в частности почему я решил записать этот ролик потому что многие как бы сказать пригласители приглашатели в свои ролики вставляют всякие инструменты для анализа там типа google тренд тогда там не знаю еще там camel camel и все такое позаимствовав все это у ивана фамилии не знаю который на сегодняшний день самый продвинутый в рунете по этому вопросу потому что он торговал давно на амазоне и сейчас торгует но если так вот коротко сказать не берите в голову к чему я это любой владелец в веб ресурса будь то канал на ю тубе или сайт или что он имеет возможность видеть всю эту аналитику поэтому вот когда в роликах нам показывают допустим алекса ранг до ранг на алексе вот это ebay это ее ранг на алексе мы видим что это он на седьмом месте сайт ebay это amazon он на третьем месте это волмарт тоже продвинутый сайт торговая площадка скажем так на двадцать втором месте и опять же вот эту всю аналитику мы видим на ebay падает да вот но все равно он держится на седьмом месте на амазоне ровная эта статистика на третьем месте и на волмарте по разному 22 место опускаемся чуть ниже чуть ниже это опять же еще к тому что продаются тут товары или нет такие вопросы тоже у многих из нас возникают если бы не продавались их бы этих торговых площадок давно не существовало и так на ebay мы видим трафик штаты россия корея таиланд индия но в основном со штатов на амазоне это у нас amazon 62 процента трафика трафика со штатов это волмарт 88 процентов трафика из штатов остальное другие страны что это нам дает в принципе понять то что на эти сайты заходят именно вот эти страны и на них покупают товары покупают у меня вчера был было обсуждение с одним из партнеров по тема коротко говоря такая чтобы в принципе можно и свой сайт сделать интернет магазин и продавать свои товары без infini и так далее в принципе можно в принципе можно и на этих электронных площадках торговать без infini не если не на своем сайте то вот на этих двух и еще там на нескольких можно торговать без infini но если ты хочешь создать свой сайт свой интернет магазин ты должен его продвигать ты должен его продвигать и вот в качестве опять же примера сделаем так вот например вот это поиск гугла и поставим себя на место покупателя что он делает он в поисковике если его интересует например косметика из израиля или можете поменять там ставите из игру игрушки из гонконга или ну что нибудь такое покупатель он вбивает в поисковик то что ему интересно допустим косметику из израиля да вот ему интересно он давайте обновлю страницу и на первой странице мы видим вот допустим вот этот магазин интернет магазин косметики этот магазин вот внизу зеленым вот эти вот это домены сайтов а это название сайтов и первая страница вот например это реклама вот она в самом низу оказалась первая страница если я как покупатель посмотрел за ему зайду пусть во все эти десять сайтов на первой странице если мне там в этих десяти сайтах не нашел в этих интернет магазинах то что мне надо я и во второй зайду на второй странице что есть и в третью страницу может зайду может быть зайду но в этих 30 интернет магазинах я вот поэтому своему запросу это называется поисковый запрос вот они в разных видах сразу выдаются но в одном из этих 30 интернет магазинов я найду свой товар и куплю его тот же самый запрос давайте чуть-чуть приподнимем чтобы было видны на название сайтов точнее домены сайта вот эти вот зеленые и тот же самый запрос вот он у меня введен чуть по другому израильская косметика давайте еще раз обновлю что вы видели что это живую все делается там картинки они нам не интересны и опять поднимаемся по тому же самому запросу приблизительно чуть измененному опять тот же самый вот магазин интернет у меня на первом месте вот здесь он на первом месте и здесь а уже на втором месте другой магазин потому что тут чуть-чуть запрос другой по по-другому сами эти запросы что вот они вот выделяются черным цветом то есть поисковик вот именно выдает на страницу по этим словам вот он ориентируется на эти слова введенные вами в поисковик и выдает сайты выводит их суда и чем выше во первых совпадение вашего запроса с тем что какие ключевые слова это ну кейворд называется ну вот ключевики вот эти чем больше вот видите черными выделяются это ключевые слова и чем больше у вас совпадений на своем ресурсе с запросом вот этим тем выше вероятность выдачи на первых страницах на первых страницах все все это вся эта система называется seo продвижение чтобы вы не не оказались на там 20 40 странице куда ну никто не придет и не заглянет ваш интернет магазин я вас уверяю вы тоже туда не зайдете не дойдете ваш интернет ресурс должен быть на первой ну максимум на второй странице дальше вряд ли кто лезет в эти дерби он и он должен содержать себе максимум возможных вот таких вот поисковиков ключевых слов чтобы ваш сайт продвинулся я свое время занимался был свой один основной несколько на поддоменных сайт поэтому об этом знаю не понаслышке и вот когда привлекатели призывал и зазывал и которые строят структуры и сами не знают куда людей приглашают показывают вам всякие google тренды и подобные инструменты они очень полезны но на первоначальных стадиях нам абсолютно не нужны абсолютно в фирме infinii они нам не нужны здесь другой пример вот я вот такой поисковый запрос вел на английском ну на латинице сразу поисковик перевел мне в русском понимании косметика черного моря и выдал уже чуть по-другому все это опять же вот это все выход на ваш интернет ресурс зависит от того кто и как здесь что написал он не пишет ну он делает запрос на то что надо ему и здесь уже на первом месте другой сайт вот dc cosmetics.ru но это в рунете я на русском все это делаю у меня поисковик на русском настроен но точно такая же приблизительно картины и в англоязычных и в немецких там франкоязычных ресурсах все приблизительно то же самое но вот этот вот сайт опять же вернемся к нему вот смотрите вот этот который здесь по этим двум поисковым запросам на первом месте по тому поисковому запросу вот по по такому косметику мертвого моря он уже на третьем месте да сейчас раз два три да на третьем месте но опять же вот у него есть эти слова мем моря на которое сориентировался поисковый запрос и вот мертвого по этим двум словам мне выдался и это то есть у этого интернет магазина и эти ключевые поисковые слова тоже есть присутствуют это отдельная как сказать отдельная специальность вот seo продвижение вот продвижение это своеобразная специальность этому надо очень долго учиться и после того как научишься еще и немало денег тратить смотря где ты хочешь вывести в каком сегменте интернета вывести свой сайт вверха и вот для ориентировки например вот используется вот вместе с этим еще ты еще вот это и вот когда занимаешься все это seo seo шкой вот это все надо учитывать проделывать это это очень и очень трудно и как трудно не в том во первых это все это все надо знать если не знаешь что это все очень дорого стоит дороже 50 60 баксов или даже 400 которые мы будем платить infinii потому что через инструменты infinii на этих торговых площадках здесь все это под проходит происходит по другому когда вот эти вот люди вот они кстати закончим про поисковые слова вот эти ключевые слова выдаются и на алексе вот они keywords вот эти keywords это вот ключевые слова по которым юзеры выходят на этот сайт ebay смотрите вводится напрямую про про ebay ну люди просто набирают ebay заходят туда и уже вот в этом поисковике находят товары то же самое и на амазоне вот если вы посмотрите амазоновские ключевые слова вот они вот они вот здесь fitbit честно скажу не знаю что это значит есть и такое слово через которое выходят на сайт амазона а вот но волмарт это уже и смотрите это волмарт и как попадают сюда вот опять top keywords в прямую набирают walmart walmart черная пятница по этому запросу попадали 1 и 2 процента walmart com walmart photo и вот пятая строчка в walmart нет просто black friday 15 года черная пятница 15 года то есть вот сам вот этот вот сайт вот этот волмарт он своих ключевиков добавил то есть но там сидят высококлассные профессионалы они подобавляли те слова в которые на кого набирая которые люди будут выходить вот на эти площадки вот это это все целая наука это целая наука и очень большие деньги но вот на за волмарт не скажу но вот на ибэе и на амазоне поиск осуществляется вот выбираешь категорию вводишь то что тебе надо кликаешь поиск здесь такие алгоритмы созданы что вот представьте вот допустим вот эта страница она тут после ввода определенного запроса для покупки она постоянно меняет продавца то есть вот это вот страница у него каждый раз по-разному отображается дается возможность всем всем продавцам показываться грубо говоря на первой странице это может происходит каждые 30 минут может каждый полчаса не знаю конкретно не могу сказать в каком алгоритме но постоянно меняется первая страница если вы сюда ведете поиск один раз будет выдаваться определенная группа продавцов следующий раз через определенное время другая группа продавцов то есть все в этом плане поставлены в одинаковые условия но и для того чтобы быть продавцом профессиональным продавцом там нужна квалификация нужно определенное количество продаж чтобы вы вот именно в этой ротации появлялись через торговлю на спрингборде мы это все забываем все это за нас сделано компания infinii мы попадаем в ротацию ну не мы конкретно а именно так группа товаров в которую мы вложились она попадает на ротацию и продается они все это уже давно сделали вот за что еще мы платим компания infinii в самом низу страницы алексы есть и такая информация я однажды показывал еще то есть когда вы хотите заняться определенным видом бизнеса надо найти максимальное количество информации об этом бизнесе и все это санализировать сделать сравнительный анализ этого всего и так на ebay мужчины и женщины заходят равномерно по образовательному уровню равномерно с мест места работы дом точнее дом школа работа тоже в основном из дому на amazon заходят приблизительно то же самое но женщин чуть больше это опять можно так сказать что женские товары чуть лучше продаются на амазоне чем на ebay это тоже наводит на определенные мысли да вот информация своеобразно ну и на walmart на сайт сейчас вы посмотрите сколько сюда заходят с места учебы видите сколько людей и женщины видите сколько женщин но женщины же экономнее дача мужчины они ищут где подешевле то есть заходят сюда женщины и ну студенты это с места учебы допустим с колледжа он зашел или со школы с высшей школы то есть они ищут где что подешевле да а мужчины в принципе мужчины на walmart вообще не заходят да вот так сказать они заходят на amazon и берут то что надо вот это вот вся эта аналитика здесь уже обращаюсь к моей структуре ребята она нам не нужна ну как сказать она нужна на уровне предварительного обучения и познавательном уровне а так чтобы сказать чтобы для торговли через springboard даже вот на том 400 пакете в принципе это аналитика если мы пользуемся товарами которые предлагает нам купить именно компания infini то есть сучаствовать в корпоративной покупке и продаже этих товаров на этих площадках нам это аналитика я вас уверяю ребята она нам сто лет не нужно кто хочет пожалуйста я могу снимать отдельные ролики именно по продвижению по этому seo где какие ресурсы используют где что использую все это естественно бесплатно но оно нам не надо нам надо сосредоточиться на нормальной работе в компании infini через ее инструменты мы еще посмотрим какие инструменты они нам предлагают это все надо увидеть и кстати по этому блогу здесь я вот выделил красным цветом сегодня иван выпустил ролик который я закачаю на свой канал с небольшим своим вступлением и там в этом его ролике объяснительно вот красной нитью проходит на многие вопросы он говорит что все это будет ясно после 15 все это будет ясно после 15 поэтому мы сейчас не регистрируемся а просто строим структуру которую я тут рисовал вставлял имена но не получается имена имен уже не хватает и здесь вместо имен просто ролик об этом и написано ролик который советую вот не здесь смотреть а вот перейти на youtube чтобы побольше он был посмотреть увидеть каждый из вас увидит себя в этой структуре где он на сегодняшний день и по нему я тоже вот допустим по этому блогу пожалуйста вот смотрите вижу всю статистику за неделю какие сообщения ну страницы какие просматривались источника трафика там youtube facebook google сизихит то есть чтобы опять же оптимизировать площадки на которых будет показываться вот этот вот блок как когда будет все здесь заполнено здесь все в предварительном состоянии в таком виде выставлять блок на множество площадок бессмысленно когда здесь будет все с вашим участием или без хотелось бы чтобы вы тоже в этом участвовали но я с помощью и этого блога тоже на всяких площадках буду его выставлять на просмотр буду здесь смотреть с каких площадок более эффективные подходы заходы на сайт здесь видно аудитория по странам вон штаты Великобритания это за сегодня Бельгия Израиль Россия Украина тут на Россию Украину я сам сделал чтобы в основном были просмотры оттуда вот с Таиланда был просмотр с Литвы 12 просмотров и так далее то есть это все оптимизировать можно можно и мне лично вот допустим что касается этого блога будет сделано это со временем а это время это два три четыре дня после пятнадцатого зарегистрируемся посмотрим что там и как под этим роликом будет ссылка на тот ролик может не сразу чуть попозже когда я его сниму зайдете посмотрите здесь и на youtube канал опять же все это видно вся эта статистика вот сколько просмотров вот сейчас вот сейчас три человека смотрят да допустим видно какой именно ролик все это просматривается вот демографические данные то есть это вот Россия Украина Армения Литва Беларусь Казахстан Молдова Болгария Израиль и так далее ну это все так сказать инструменты для улучшения своего веб ресурса а то что нам объясняют заробара неплохо что вот давайте зайдем вот сюда на этот гугл тренд и все такое ну это ребята это как сказать услышал звон и не знает откуда он да вот есть такая поговорка на этом все всем удачи всем пока главное никто ничего не боимся мы тут прорвемся